Ребяточки, всем привет! Это больше видеообращение к себе. Есть такая техника письмо в будущее. Завтрашнего дня вступает в силу карантин. Карантин именно в том плане, что нельзя будет подходить гулять в парках. Мы живем прямо рядом первой линии домов у парка. И завтрашнего дня армия будет, не полиция будет охранять парковые зоны. Я надеюсь, когда я буду смотреть это видео по прошествии дней карантина, надеюсь, что это будет все ложная тревога, что люди, которые заболевали, что это не было эпидемией, что это не так все сложно, не так все серьезно. Надеюсь, и я к этому времени буду жива и здоровая. Желаю стойкости всем нам, чтобы в это время раскрепли все свои завалы у кого дома, у кого на жестких дисках, у кого в компьютере, у кого в личных делах, у кого не хочу сказать в бизнесе. Это будет застой, но это есть время почитать книги, побыть с близкими. Как сказали, есть тенденция, что некоторые близкие, наоборот, разлад будет у них, потому что люди не привыкли быть вместе. А кто-то, находясь в изоляции, в абсолютной, будучи один, найдет гармонию в этом, увидит, кто ему звонит, кто ему пишет, кому он на самом деле нужен. Это время переосмотра самих себя, переосмотра самой обстановки вокруг. Как сказали, мир уже не будет тем, какой он был раньше. Но очень надеюсь, что начиная с 15 мая я посмеюсь над этим включением и скажу, что плохие прогнозы и не оправдывались, все будет хорошо. Очень надеюсь, что так и будет. Спасибо тем, кто сейчас работает. Это медицина, это непосредственно водоканал. Спасибо, что у нас есть вода, спасибо, что у нас есть газ, спасибо, что у нас есть мобильная связь. Без этих служб мы бы никуда. Есть еще такая техника, как уйти в армию. То есть, это отказаться от мобильного телефона, это жить в режиме, делать зарядку, делать что-то полезное для себя, изучить что-то, например, взяться за язык или какую-то книгу прочитать, либо взяться за спорт. И вот у меня такое ощущение, что сейчас мы все уходим в армию на строгие, да, есть такие технологии, когда человек на год отказывается от чего-то. Но вот нам надо до 15 мая отказаться от чего-то, во благо. И надеюсь, дай Бог, чтобы мы смогли, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. И надеюсь, что эта измененная ситуация, измененное отношение к этой ситуации многим будет только во благо. Дай Бог, чтобы все мы живыми посмотрели этот эфир после 15 мая.